Вопросы. Сегодня у нас демо будет касаться именно продукта DCD. Это один из десятка продуктов, которые есть в портфеле у Иванти. По странам СНГ с моим коллегой Сергеем Галаниным мы развиваем данный продукт и стараемся работать в направлении ESM и, следовательно, все, что связано с ESM. Мы столкнулись с тем, что очень часто сейчас заказчики интересуются тем, как собрать информацию по всей сети касательно инфраструктуры, как сетевой, так с серверов, ПК, обычных армов, пользователей и так далее. И сегодня наша демо как раз будет про такой продукт, это DCD. Что позволяет делать нам DCD? Он позволяет собирать нам информацию касательно серверов, касательно того, что у вас есть серверные инфраструктуры, сетевое оборудование, сервера, что стоит на этих серверах, виртуализация и так далее. Я сегодня покажу лишь малую часть, из чего состоит данный продукт, для чего он, собственно, нужен и как с ним начинать работать. Кому будет интересно, как законнектить этот продукт дальше и выше, у нас будет вебинар 15 числа касательно ESM, касательно уже ассет-менеджера. Это решение, которое позволит интегрироваться с данного рода решениями, такими как DCD. По сути, мы их называем пылесосами, потому что они собирают всю информацию. Но эти пылесосы, они также могут являться и предоставлять вам CMDB-базу, с которой вы непосредственно можете также работать, либо передавать ее дальше в ассет-менеджер, что мы, собственно, 15-го и рассмотрим, и дальше уже управлять всеми этими активами. Итак, из чего же состоит DCD? Как его скачать, как его настроить и так далее? Я вкратце покажу, что для того, чтобы начать работать с этим продуктом, вы, в принципе, качаете архив, там будет дистрибутив, как вы видите, он достаточно легковесный, под виндовую машину. Также для этого решения нужно будет установить MS SQL. Если активов у вас немного, вы можете использовать Express. Если активов, понятно, у вас много в Prode, тогда используется лицензия Standard либо Enterprise. И будет у вас несколько файлов с описанием, как установить этот продукт, какие галочки нужно поставить, для чего эти галочки нужны, как начать работать с API, которая встроена в данное решение, User Guide, по сути, как запустить скан, что нужно предусмотреть, что нужно включить и так далее. Security Guide, как настроить, какие порты открыть, что закрыть, как это, собственно, работает. Ну и Installs, Pre-Requirements укажут, что вам нужно преднастроить, прежде чем вы начнете установку данного решения. И архитектура. Какая бывает архитектура? По той причине, что в данном случае я вам покажу установленный DCD. Этот же DCD, этот сервер, на котором установлен DCD, он является же сканером. Но если у вас распределенная сеть, вы можете таких сканеров развернуть 5, 10, 20. И, собственно, они будут сканировать все у вас по разным филиалам, по распределенной сети и складировать все это в одной базе данных. Итак, мы, по сути, установили базу. Мы запустили DCD, мы его установили. Далее мне нужно будет подключиться к консоли данного решения DCD. По умолчанию, когда разворачивается решение, здесь логин будет admin и пароль, паспорт. Когда вы заходите на данное решение, он предлагает поменять ему пароль автоматически. При установке также учитывается то, что, возможно, вы используете AD-шку в своей сети. Следовательно, при установке он может предложить вам интеграцию с AD-шкой, считать оттуда пользователей и завести пользователей из AD-шки, чтобы они также могли коннектиться к этой консоли. Итак, мы попали на саму консоль. Что здесь нам будет доступно, что здесь видно. Ну, собственно, проекты – это сканы, которые мы запускаем. Location – это где мы запускаем эти сканы, то есть range IP-шек, название сервера, credentials к этому серверу, либо credentials к виртуализации и так далее. System Activity Administration – это также будет относиться к тому, кто запускал, когда запускал, что запускалось, и настройки непосредственно самой платформы, плюс Data Explorer. Хочу сразу сказать о том, что как таковых репортов, изначально красивых, визуализированных, данное решение не предусматривает. По той причине, что оно собой, по сути, являет пылесос, как я говорил ранее, то есть он должен собрать эту информацию и передать вам ее дальше. То есть, к примеру, в тот же Asset Manager, где вы будете вести учет этих активов, то есть вы будете вести учет лицензии, вы будете, помимо лицензии, там, приложений, вы можете использовать, то есть когда приобрели это решение, как долго, где оно было, какие инциденты с ним связаны, кто им пользуется и так далее. Ну, наверное, наглядно я об этом расскажу, когда буду говорить про Asset Manager, когда вот эта информация уже передается на платформу выше, и дальше мы уже управляем этими активами. Как указано у самого DCD, он также, по сути, может являться как CMDB, потому что по факту вы видите здесь активы, вы их опрашиваете, вы можете создавать скедулы, то есть таски-задачи, которые периодически будут запускаться и на постоянной основе вести базу того или иного актива, обновлять информацию по этому активу, указывать, были ли там какие-то обновления, изменения и так далее. То есть, если компания на данный момент использует, к примеру, как показывает практика, там, Excel-файлы и тому подобное, это очень классное решение, чтобы на него перейти и полностью визуализировать всю инфраструктуру, которая у вас на данный момент есть. Если компания уже готова, она может прыгнуть дальше, то есть приобретая пылесос, идти дальше, приобретать Asset Manager и вести уже каталог этих устройств, и вести учет этих устройств. Об этом, напоминаю, будет 15-го вебинара. Итак, я провалился на данное решение. Что мне нужно будет здесь сделать? Понятно, мне его нужно будет активировать. Для этого он предоставит лицензию и информацию по количеству астов, которые вы можете опрашивать. Также архитектурно по решению, хотелось бы сказать, это Unprem решение. И опять же, забегая наперед, хочу сказать, что такое решение в портфеле у вендора не одно, потому что буквально квартал, два квартала назад Иванти анонсировал то, что они приобрели к себе в портфель еще решение, параллельно похоже DCD, но оно полностью клаудное. То есть, если компания не боится, что сама консоль, там агенты находятся в клауде, там также может выступать шлюз, который вы ставите в сети. Он также может как с агентами, так и без агентов опрашивать вашу инфраструктуру, ваши активы и выгружать сюда эту информацию. По поводу DCD, он у нас является анпремисным, то есть сам сервер также является сканером и данное решение является полностью безагентным. Понятно, вам нужно будет предоставить учетки, предоставить информацию по портам, куда, как будет подключаться данное решение. Итак, с чего мне нужно начать? Мне нужно создать проект. Для того, я вот вижу, что уже был какой-то создан проект, он также был отсканен, там была проверена информация, я вам потом в дальнейшем покажу, что в этом скане находится, что мы там можем увидеть, как с ним можно работать. Прежде чем создать этот скан, сам этот проект, мне нужно создать локейшн, то есть то, где я буду сканить, что я хочу сканить, какого рода активы я хочу доставать и так далее. У нас есть корневая лока, и дальше я могу создавать дочерние. Ну, следовательно, в проектах я потом в дальнейшем могу указать, как корневую, и там натыкать галочки, указать, какие дочерние он должен проверять. Либо я могу конкретную дочерню, там филиал проверить, и он проверит, собственно, весь тот ренж IP-шек, либо именно какие-то доменные имена, которые там интересуют нас. По поводу локейшн, так как это демо, понятно, я просто покажу, что здесь есть по вкладкам, как это работает. То есть мне в деталях нужно будет указать, как часто будет опрашиваться, дать имя этому опросу, локейшн в данном случае, это просто у нас корневой локейшн, и указать галочку, так как у меня нераспределенная сеть, мой DCD, мой сервер, он же является сканером. То есть я вот вижу по нему информацию. Также могу делать импорт-экспорт, кредов загружать сразу на эту машину. Я этого не делал, я забью это все руками и покажу, где это, собственно, забивается. Если бы у меня была распределенная сеть, я ставил бы еще дополнительно сканеры. Тогда в таком случае здесь у меня дополнительно были бы сервера, и я указывал, где, что, как я буду запускать. То есть для конкретной локации, для конкретного проекта используется там конкретный сканер со своими креденшалами, со своим таргет-сет листом и так далее. Далее мне нужно будет перейти в скан, и я должен буду создать информацию о том, что, собственно, я сканирую, указать расписание, как часто будет происходить, что он должен проверять, вернее, даже не что, а как часто должно запускаться это сканирование, делаю ли я исключение, включено ли это правило и так далее. Далее я должен создать target-set-лист. Это, собственно, то, что я буду брать в таргет и что я буду сканировать. И также здесь я могу указать это устройство, либо эти приложения. К примеру, если я хочу отсканить SQL-базу, тогда мне нужно будет создать application, выбрать SQL-сервер, там либо Oracle-датабейс. Если это виртуализация, я выберу виртуализацию, я должен к ней буду подключиться, прописать ее к редо, IP-шку-порт, и в дальнейшем он опросит. Это решение DCD опросит тот таргет, который я выбрал, и в дальнейшем выдаст мне информацию по нему в своем интерактивном репорте. В данном случае у меня здесь были девайсы. Это все стандартно. Вы можете выбрать сингл, вы можете под сеть указать, можете hostname, можете range. То есть как вам будет удобно. Можете добавлять, к примеру, set-листы, target-листы, и, к примеру, там выбрали range, но что-то нужно исключить. Можете поставить галочку исключения, и, собственно, то, что вы указали, проверяться в этом range не будет. Далее я должен указать connection и адаптеры. Это, собственно, то, на что я буду опрашивать, как я буду опрашивать и так далее. То есть порты, которые будут использоваться, если вы изменяли те или иные решения под себя, и вы меняли порты из дефолтных на какие-то кастомные, вы можете поменять. Product-адаптер и далее credentials. В credentials вы также создаете и указываете при подключении, что мы будем использовать, какие-то credentials, что это там за операционка, виртуализация, это либо это операционка Windows, или это Unix Linux, либо это опрос сетевого оборудования по SNMP. Что мне здесь, собственно, нужно будет сделать, это дать описание, указать sequence по порядку, какой у нас будет по проверке и, собственно, credentials. Когда вы забиваете credentials, вы также можете их предварительно проверить. У меня есть уже какой-то созданный заранее. Если бы я его поменял, здесь был бы тест. Ну, к примеру, давайте попробуем его заново ввести. К примеру, давайте вот этот. Ну, мы видим то, что по VMI он у меня подключится, произведет опрос и выдаст дальнейшую информацию. То есть, креды подходят, я их правильно ввел. Если бы ввел неправильно, была бы ошибка, нужно было разбираться, как вводить правильно креденшалы. Так, окей, мы создали с вами location, то есть, я указал, что за сканер, я указал, как он часто должен проверять периодичность. Ну, в данном случае она нам не нужна, у меня уже какая-то проверка есть, то есть, я покажу, где это запускается, как это работает. Есть target, есть коннекторы, то есть, template-листы, по которым он будет опрашивать данного рода решения, которые я выбрал в данном локейшене, и креденшалы. Далее я перехожу в project, чтобы создать project, вы можете сделать create new, здесь вы просто дадите ему имя, описание, укажите, когда он должен стартовать, когда он, ну, то есть, должен ли он там rescan делать, с какой периодичностью или не должен, далее вы провалитесь в location и выберите, так как я указывал, что у меня есть дефолтный демо, я могу выбрать просто корневой каталог, и все, что в нем есть, как бы это подтянет. Если у вас есть созданные отдельно location-листы, вы выбираете, потому что отдельно location-листы предусматривают свои credential, они предусматривают свои target-листы, и они также предусматривают свои сервера, которые будут выступать сканерами, то есть, возможно, это удаленный филиал, и там свой сканер отвечает за то, что он просканит конкретные, arrangит конкретную информацию. Так, что я хотел сказать? А, да, в project, когда мы перейдем, мы создали, появится наш project, он запустится по расписанию, если у вас в location было предусмотрено расписание, он также будет в конкретное время запускать данный task на определенный range устройств и постоянно их перепроверять. То есть, пользователи, которые, ну или заказчики, которые до сих пор пользуются Excel-листами, такое как бы есть, это статически, вам нужно это все вводить вручную и так далее. В данном случае решение постоянно будет опрашивать данные решения и актуализировать ту информацию по нашему решению, которая, собственно, актуализировать всю эту информацию там каждый день, через день, каждую неделю и так далее, как вы укажете, собственно, в этих location-листах. далее, когда у меня уже был task, я могу сделать, внести какие-то изменения, настроить конфигурацию дополнительную в этом скане, который у меня периодически запускается. Я могу отправить его в архив и потом из архива отслеживать эту информацию. Ну, то есть, скан отсюда пропадет и вся информация о нем будет храниться в архиве. и статус это, собственно, как будет происходить этот проект. Так как это демо, особо много информации я сюда не заводил, потому что там можно и SHD заводить, и виртуализацию заводить, и серверную часть по серверам. Я завел сюда парочку серверов, но я так вижу, что что-то у меня зафейлилось, но сейчас посмотрим, что за информация у меня будет выдаваться. То есть, я вижу, что это за проект, также я могу, если это демо, он является корневым, он позволяет мне прыгать дальше по дочерним локам. То есть, в данном случае просто у меня одна лока, я вижу информацию, я вижу, что, где, когда запускалось, когда закончилось, какой у меня сейчас прогресс, я могу делать серч по сканам, которые были там по именам, по дате, по времени и так далее. Я вижу, что было взято в таргет, сколько просканилось, сколько нашлось, я могу провалиться в диагностику, в диагностике я уже буду увидеть более точный отчет по поводу того, что сканилось, какой эпишник, просканилось, не просканилось, что-то было детекты и просканилось, что-то не отобразило, возможно, креды не подошли, но здесь отдельно есть луза, которая позволяет вам отслеживать именно трейсы, то есть, как проходит данный скан и в какой момент произошла та или иная проблема, ошибка. Если бы он был в активе, он бы указал, или там, к примеру, в процессе сейчас скан, он бы указал, что еще ждет в очереди на скан, что сейчас в процессе, я могу прямо отсюда сделать рескан, и он повторно проверит именно конкретный актив, можно выбрать целый пул, и он заново этот весь пул пересканирует и актуализирует вам информацию по данным активам. далее у нас будет девайс скан аттемп, но тут информация будет плюс-минус одна и та же, отличаться будет в том, если коннект произошел корректный и скан произошел полностью корректный, он должен определить, данное решение должно было бы определить мне сервер, инвентаризировать его по железу, по софту, указать, какой весь софт на нем стоит. По поводу софта тоже очень часто заказчики интересуются. Там вопрос заключается в том, как он ведет отчет. Здесь вы будете просто видеть информацию о том, сколько вы опрашиваете серверов и сколько того или иного суммарно софта у вас стоит. По лицензиям он не считает, он отслеживает именно установленный софт. Так, это то, что я хотел сказать по проекту. В дальнейшем, если вы проваливаетесь на актив, он у меня, к сожалению, не законнектился, поэтому информацию он только мне собрал по портам. Возможно, не до конца еще прошел скан, нужно будет проверить. Информация должна была здесь быть именно и по приложениям, которые установлены на данный сервер. Иногда он также может вытягивать информацию по приложениям и по железу, что установлено. Далее, как работать с этим решением. Так как я сказал, что по факту это является больше, это решение представляет по сути собой CMDB, и по сути больше для Иванти он является пылесосом. Наверное, его можно было бы использовать и для других ассет-менеджеров, других решений, TSM, ESM и так далее. Почему? Потому что вы можете настроить интеграцию по API и вы можете настроить Data Explorer, то есть вы можете выгружать сразу информацию по вашим активам в CSV-формате и отправлять, сразу пополнять базу там ассет-менеджера, если вы используете это уже следующий уровень на уровень выше. Что здесь есть? Есть интерактивная визуализация, о которой она у меня есть в презентации, презентации, я думаю, мы в фоллоуапе поделимся, также там будет перечень всех возможных интеграций, всевозможных опросов и активов, которых может опрашивать данное решение. И что я хотел еще сказать по поводу репорта. Как такого репорта, вы видите, его здесь нет, такого визуального. Но на всех своих вебинарах по Иванти я всегда говорю о том, что у Иванти в портфеле есть такое решение, которое называется Extraction. Это, по сути, отдельное решение, которое предоставляется любому пользователю, любому заказчику, который приобрел решение Иванти. помимо того, что у решения Иванти это может быть UAM решение, Security Control решение, ITSM решение, там есть встроенные коробочные репорты. Но так как все эти решения устанавливаются на Windows сервера и используют MS SQL, данное решение Extraction предоставляется пользователям, которые приобрели любое решение из портфеля бесплатно. Вы разворачиваете его на дополнительном Windows сервере, у него есть прямой коннект к MS SQL, его решением другим, там неважно это DCD, UAM, ESM и так далее. И на базе него при прямом коннекте в эту базу, потому что все эти решения Иванти используют обычно Application Server под Windows сервером и базу данных MS SQL, подключаясь к этой базе, вы можете создавать свои кастомные репорты и выводить отчеты, информацию по тем же активам, вы можете вывести эту информацию и так далее. Если мы работаем с базой непосредственно если мы работаем с базой непосредственно на самом этом решении, тогда мы больше будем использовать проекты, то есть у нас есть проекты, которые появляются здесь у меня в списке, у меня здесь он один, как это демо, у вас их может быть 20, 30, 40, в зависимости от количества локаций, от того, насколько у вас распределенная сеть, количество сканеров, которые вы используете и так далее. И вы просто будете это все отслеживать по сути в статусах, то есть вы будете видеть конечный результат проекта, вы будете видеть все эти активы, вы можете их группировать, вы можете их серчить, вы можете на них проваливаться и в дальнейшем собственно видеть постоянно актуальную информацию по тому или иному серверу, по той или иной СХДшке и так далее. По поводу того, что опрашивает и на каком уровне, какую дает информацию, это есть презентации, Татьяна мне подскажет, у нас фоллоуап какой-то есть, мы презентацию потом можем разослать всем, кто зарегистрировался. Конечно, конечно, мы будем запись данной сессии и презентацию зарегистрироваться, конечно, получат. Я понял. Ну, собственно, по этому решению у меня все, возможно, оно будет вам интересно, возможно, вы найдете ему применение. Единственное, что я еще забыл добавить в самом начале, это лицензирование. лицензируется данное решение следующим образом. Лицензируется оно по ассетам, то есть ассет, который вы опрашиваете, там сервер, там, не знаю, сетевое оборудование, то есть за эту лицензию вы платите, то есть за таргет, который вы опрашиваете периодически. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот есть такой вопрос, как это решение, я хотела подскажить, исключительно он прем? Ну, как я уже говорил сегодня, так сейчас у меня панелька почему-то не всплывает, зума я не вижу, также чата и вопросов, там вроде вопросы были. Да, именно это решение, оно on-premise, то есть оно разворачивается на виндовом сервере и далее уже опрашивает локально ваши активы. Но в портфеле есть еще очень много решений, которые есть on-prem, которые есть в клауде, которые могут опрашивать, как сетевую инфраструктуру, но, к примеру, это решение, как я говорил в начале, оно будет чисто клаудное, то есть решений в портфеле для сбора информации по вашим активам в портфеле у данного вендора с десяток, наверное, найдется. Но это самое актуальное, которое чаще всего мы используем, которое мы используем, если заказчику нужно, к примеру, постоянно иметь актуальную информацию по его инфраструктуре, используют DCD, если заказчик уже готов и он переходит полностью на Asset Manager, в данном случае DCD также используется, но здесь мы не отслеживаем такой интерактивный учет, не проваливаемся в статусы именно проектов, а мы полностью просто делаем Data Explorer, достаем всю информацию по активам, передаем ее дальше в Asset Manager, и в Asset Manager мы уже полностью разбираем, то есть не просто что это за актив, что на этом активе находится, где находится этот актив, а еще также и кто отвечает за этот актив, когда он был приобретен, сколько там на нем было инцидентов, потому что Asset Manager у Иванти, он может быть там в базе ESM, то есть вы можете там не только вести учет активов, но вы можете также и оставлять инциденты на эти активы, там создавать какие-то реквесты, задачи и так далее, но об этом, наверное, опять же повторюсь, мы поговорим 15-го, то есть что за Asset Manager, как интегрироваться к примеру с такого рода пылесосами, ну и со сторонними пылесосами также, к примеру, тот же STCM, который также может собирать инвентарку. Ярослав, спасибо, пока коллеги думают о вопросах, я забыла... Да, Татьяна, там я успел вытянуть, скажем так, панель, и там был вопрос, как хранятся пароли, пароли хранятся на самой платформе, на самом сервере в зашифрованном виде. Вот, это я то, что успел посмотреть из вопросов. Так, хорошо, есть ли еще у нас вопросы? Пока вы думаете, коллеги, я запущу небольшой опрос, пожалуйста, ответьте на него, буквально на одну минуточку. Спасибо. Какие методы подключения возможны, еще спрашивают. Я, наверное, очень быстро пробежал по коннекторам. Они, если что, будут перечислены в презентации. Вы сможете посмотреть, какого рода методы доступны и что мы можем опрашивать и на каком уровне опрос этот можно производить. Так, коллеги, я завершаю вопрос. Спасибо. Ярослав, я больше вопросов не вижу. Вы так все доступно излагали, поэтому я хочу поблагодарить вас как спикера и всех, кто с нами был сегодня. Повторю, что мы делали запись этой сессии, которую поделимся, плюс Ярослав предложил еще поделиться презентацией по данному решению. мы это тоже сделаем. И если у вас возникнут вопросы или желание протестировать решение Иванти или запустить пилотный проект, пожалуйста, обращайтесь в Суфпром. Специалисты Суфпром с радостью вам помогут. Я приглашаю вас на следующую нашу встречу демонстрации по понедельникам, приглашаю на вебинар 15 декабря, о котором говорил Ярослав, который будет посвящен ассет-менеджеру и учету управлению IT-активами. И в рамках этого вебинара также состоится демонстрация решения. Еще раз всем спасибо и желаем вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok